а всем привет мы угадайте куда приехали в русский магазин потому что в америке конечно же мы хотим купить что-нибудь русского только же приехали из беларуси поэтому смотрим если честно пока что все не сказать чтобы сильно русская напоминала так 3 доллара за полкилограмма у нас виноградик есть очень дорогие как всегда нектарины потом пошли пойдемте посмотрим какие здоровенные у нас и не очень страшные огурчики идем дальше дальше мои любимые манго а два по три доллара полтора за штуку а вот эти вот в каждый 269 манго я вот я вот о dragon fruit 6 за 1 штуку но очень жаль что они все испорченные так бы мы взяли попробовать потому что цена нормально 6 долларов но я посмотрел обзоры и dragon fruit и они должны быть без единой царапинки и как бы свеженькие но эти уже такие лежавшие поэтому они наверно может и на скидке потом арбузики или ножка смотрите как красиво разложена зеленушка там сверху кстати есть распрыскиватели и периодами на нее капает водичка а снизу вот здесь вот сеточка куда она потом стекает если вы не знали органик все с пометкой органик это всегда дороже и они специально даже наклейки или что она органик потом вот так вот он мы их любим мы такие любим и возьмем потому что 2 доллара за один пакет нам цена а вот здесь вот манго уже не органик и она уже дешевле как видите он уже один доллар там полтора если органик я заинтересно кого нашли может кто-то знает что вот это такое непонятно что-то от винограда это вот и вот это вот вот тут йогурты а тут вот есть творожок я уже обычно творог у них покупала и он весь дважды покупала и он весь как будто в каком-то рассоле здесь вот похоже очень похож на наш вот натуральный творог даже написано прямо на русском языке но я конечно такую цену покупать не будут а вот и есть просто обычный творог но сам их несъедобный и вообще творог люблю покупаю часто но здесь еще наберу просто йогурт типа вот такого вот греческий называется целом магазине сколько русский а просто вот тут все что-то есть русскоязычное что-то вообще с европы что-то мексиканское вообще мексиканского очень много смотрите какая маленькая это прикольно поэтому ну такое все все вместе что кто-то не понимаешь что это бульон это бульон и такие лепешечки очень много банок и вот тут соуса есть дальше идем сухие завтраки много вот разных упаковки большие маленькие есть и вот такие потом пошли каша с обратной стороны идут всякие лимонадики это вот как мы покупали тоже только среди детский сок был я сказала что лимонад но нету был детский сок и всякие булки которые здесь и правда не вкусно я не знаю но клип у них ужасно не вкусный а помните рука как в детстве у нас такие были тут вот они по 0 39 разные разные вкусы а а тут есть чайки как наш ахмеды и всякие всякие варе о золотые красный октябрь есть какао кто мог подумать и цикорий есть и квасик вот у нас вот этот класс давайте мы посмотрим вот этот белорусский продается просто за копейки здесь он стоит 5 баксов вот и туда приезжайте беларусь а вы знали что в америке квас дорогой а смотрите а тут а наша любименькая вареница сгущенка да у нас такая продается чёска не негатива рогачевского рогачева это вареная уже это лихович и горить и риска вот все есть они так короче всех 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 и мед пошел тут еще есть квашеная капусточка наша любимая под 99 но мой брат брал и говорит что невкусно что маринад у них невкусный огурчики есть и моя самая любимая греча пища богов ну здесь она судя по всему реальная пища богов потому что очень дорогая ну вот есть подешевле кто любит гречи она если долго жила гречку бы точно покупал сейчас покажу что мы купили смотрите замороженные вафельки потом батон 3 луковицы бараночки а вот такие вот сладкие штуки попробуем квашеная капусточка сосисочки вот эта марка единственная виталий говорит который вкусно потом здесь у нас грибочки лежат двух видов потом вот такие вот боржоми потом сыр и вот это вот колбасная а вот это вот стейк и вот это тоже палка колбасы вот на это все и еще маленький арбузик и чуть-чуть фруктов кефир и 2 лимонада вышло около 100 долларов всем привет ребята у нас сегодня новый день и мы идем фикс прайс здесь он называется 99 центов store так что сейчас зайдем посмотрим что там такое нам вообще надо такая мелочевка как контейнеры пластиковые купить и там кое-что для уборки так что посмотрим что тут будет зашли тут у нас всякая ерундистика флаги у нас кстати тут день у них будет независимости как раз и очень много всякого такого один в один как наш магазина на самом деле поэтому ничего такого интересного пока что не увидели если увидим я уже покажу фанта которая безвкусная у нас фанта она еще фанта а здесь вообще все гардеробки они как будто с этим будто подделки какие-то так что тут еще вас здоровенный ряд вот всего такого вот но пока что то что нам надо мы не увидим потом вот пошли всякие макарошечки всякие соуса готовы макароны в банке потом вот всякое всякое тут у нас есть еще и овощички капусточка вот это кстати альберг самый дешевый который я увидела но мы вчера уже купили кстати тут вот овощи пошли вот бэйби бэйби морковка это не маленькая морковка она просто порезан таким образом чтобы вот выглядит она очень сладкая на самом деле а потом смотрите листы этого кактуса ну съедобные ясное дело 2 о и наш любимый драгонфрут сейчас повыбираем тут у нас розетная капусточка то есть есть обычная зеленая есть такая фиолетая есть желтая есть просто обычная белая купили мы вот такие вот контейнеры пластиковые такие вот для уборки и драгонфрут драгонфрут вот так вот выглядел стоил 3 доллара а последний раз мы его за 5 видели поэтому сейчас будем пробовать итак будем пробовать драгонфрут раньше никогда не пробовал только видео видела на ютубе вкус такой что ни на что не похоже каждому советую попробовать не могу сказать что мне манго допустим нравится больше потому что манго очень такой ярко выраженный аромат есть они бывают кисловатый бывают сладковатый вот это такой нейтральный поэтому двояко у меня такое впечатление не знаю купила бы второй раз может быть еще один куплю но не больше всем привет ребятам я уже сегодня за рулем машины виталик мне доверил свою малышку и приехали мы за не за а постираться сейчас пойдем с вами в лаундре это общественные постирочные так что посмотрим что и как нам нужно постираться а потом возможно если получится и мы пойдем еще на бесплатку посмотрим в футбанке какие тут есть а вот мы с вами дальше идем вот так вот выглядит лаундре идем глянем если там свободные машинки потому что там они у них вообще разные есть побольше есть поменьше в зависимости от того сколько у тебя одежды двоей вот так вот они выглядят вот сюда вот бросать монетки и вот допустим у каждой машинке есть свой прайс вот это вот пять долларов прайс вот это четыре доллара прайс пол потому что она пол а здесь пять тоже пол а здесь уже пошли по 6 здесь уже пошли по 6 но они все наверное больше да они еще больше короче чем больше у вас смоток тем больше с вами в машинке вот так вот вот так вот здесь глянем а здесь тоже очень большие нам наверное среднее пошли их притащим забрасываем так и мы берем забрасываем теперь кутерсы только вот в это отверстие и смотрите и он отчитывает как раз что сколько нам их надо пять долларов должно быть если у вас есть деньги ну точнее у вас должны быть наличные деньги для того чтобы их разменять вот на такие потом монетки а вот так вот выглядит сушилки вот мы сейчас свою пара крючка за этого им и опять платишь вот это не работает вот там стоящая наша работает деньги бросаешь и он будет еще где-то час на может сейчас 20 сушить и так мы уже два второй час здесь смотрите вот тут вывеска что понедельник фрифуд то есть раздача еды с 9 30 утра и пятница фрифуд 5 часов вечера вот мы ждем пяти часов вечера пришли мы к трех оказывается в четыре начали выдавать талоны выдают сначала талоны а потом только телом улицу покажу немножечко а потом только раздачи через час еды так что вот мы в основном мексы двое русских мы увидели две женщины один мужчина семья а в очереди стоят только женщины и мы с мамой которые сильно выделяемся на фоне мексов так что ждем итак вернулись мы приблизительно чтобы вот сходить на получить футбанки еду это приблизительно 3-4 часа надо закладывать времени то есть сначала талончики как я вам рассказывала потом еда мы были двадцать восьмые два дня ну почти тридцатые и на самом деле еды не так уж много и не знаю хватило бы нам вообще чего-то было много только хлеба потому что хлеб очень мало кто вообще брал но за счет того что мы стояли прям перед входом и может быть из-за того что мы такие красавицы а может из-за того что женщины а может потому что мы очень выделялись из толпы нас пропустил вот этот менеджер всего проекта пропустил без очереди так что давайте смотреть что нам досталось и так смотрите вот это вот так выглядит все вместе мы говорили что мы не семья ну то есть то что мы не вместе за счет этого шли по отдельности что мы взяли давайте по мясу это курица маринованная лимонные лимон лимонные с этими с приправами потом это фарш фарш боже мой фарш тоже из овощей у нас порезанная капусточка еще одна капусточка и вот такой салатик далее вот таких два перца мне два перца маме далее вот такие вот эти маленькие помидорки шпинатик в этом ну вот такой вот случила мне просто я мяту бы такую не брала но она случила мяту и зеленый горох на самом деле зеленый горох очень я уча съем он очень из фруктов только четыре мандаринки под ванном дали и мне дали вот эту малинку ну смысле сама выбрала то можно было выбирать на там выбора особого такого и не было мама взяла вот такой вот нарезку фрукты разным потом я взяла еще шампиньончики из хлеба он черствую вот этот хлеб кстати цена здесь есть 599 а мама взяла вот эти и они тоже черствую на 479 раздавали очень много сладостей там столько пирогов стартов всяких было мы взяли вот такие капкейки и вот такие маленькие капкейки тут эти цены есть эти 6 долларов стоят а эти эти нет потом дали вот таких два мороженых туда из еще вдали это яйца в литвите потекло одно они настоящее так что выкинуть придется это нарезочка из бекона потом вот эти вот всем случивали мне кажется они будут нефтекнуть таких аж три упаковки а потом вот таких два салата дали они стоят 7 долларов каждый сейчас у смешаем сейчас сидим вот эти салаты потом дали вот это вот если честно не понимаю что это такое ну смысле это на него то что на картинке парить это и не поняла не знаю я взяла лимонадик мама взяла вот такой лимонадик и замороженный замороженный шоколадный брауны то есть вот три часа страданий и вот столько еды итога половину горошка было плохого ясное дело а потом вот помните вот этот вот который мама взяла полностью весь пропавший плюс там было два салата которых я показывала они тоже пропавшие мясо надеюсь что будет нормально моего заморозили пока что готовить не буду не будем кексики нормальные ну то есть не пропавшие вот вообще свежие свежие но это такие кексы которые знаете как у нас продаются которые очень долго могут лежать и малинка вот тоже половину у нее испорчены так что вот так вот в чай до раздай пензина тыс